Областной волонтерский интенсив «Выборы, доступны всем» собрал участников волонтерских отрядов, представителей Брестской городской организации «Белорусское общество инвалидов», Белорусское товарищество инвалидов по зрению и специалистов территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района в одном месте. Цель – научить молодых людей правильно оказывать необходимую и посильную помощь инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению, людям с нарушением слуха на избирательных участках в дни досрочного голосования и в день выборов. Мы волонтерам даем информацию и азы, как себя вести с населением, которому необходима помощь. То есть это как добраться до участка, как работать с инвалидами-колясочниками, инвалидами по зрению. На самом деле тут на практике покажут, как с ними работать, потому что каждому человеку нужна своя специфика и обращение. Волонтеры у нас тоже, конечно же, и с опытом, то есть ребята уже не первый год принимают участие в таких мероприятиях. Ильяна Дочева состоит в рядах волонтерского движения не первый год, а потому уже имеет опыт общения с людьми, которые нуждаются в помощи. На интенсив пришла узнать, как правильно оказать помощь человеку с инвалидностью в случае, если ему необходимо преодолеть такие препятствия, как лестница или узкие коридоры. Есть люди, которые не могут сами приехать, либо же у них есть какие-то преграды, и если есть такие люди, которые могут помочь, то я считаю, что это для людей очень неоценимая помощь, потому что все хотят быть как все, и если у них это не получается, то приходят волонтеры, которые помогают. Да, действительно, труд волонтеров значим, и яркий пример этому – оказание необходимой помощи пожилым, одиноким и людям с инвалидностью во время непростой эпидемической ситуации. В этот период волонтеры БРСМ совместно со специалистами территориальных центров социального обслуживания населения организовали горячую линию, которая на протяжении нескольких месяцев оставалась востребованной. И на этом совместная работа не прекратилась. Данный интенсив – это инициатива Белорусского Союза молодежи. Мы с ними в взаимодействии организовали данный курс, и, как уже показывается на практике, это очень полезная задача, которую мы выполняем, потому что помощи тоже надо учиться, и помогать гражданам с какими-то ограничениями, лицам, которые имеют инвалидность по зрению в особенности. Конечно же, здесь есть множество нюансов, которые нужно знать и, по сути дела, попробовать на практике, как помочь человеку. Возможность попробовать себя в роли специалиста и оказать помощь на практике была у каждого волонтера. Предварительно молодым людям представители Бреска городской организации «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» подробно объяснили все нюансы оказания помощи людям с нарушением зрения или слуха. То есть, ну, чуть-чуть, да, руку так оставить, чтобы человек понял, что вы предлагаете помощь. В городе Надбугом 700 человек с инвалидностью по зрению. На учете Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» состоит тысяча человек. Из них 10% – инвалиды-колясочники. Всем этим людям необходима помощь, чтобы они могли принять участие в предстоящих выборах безопасно и комфортно. При этом после интенсива волонтеры могут оказать необходимую помощь и людям без инвалидности. У любого человека, мало ли, случаются какие-то небольшие заболевания, жара, мало ли, давление или еще что-то. Человеку надо помочь в любой ситуации, если он просит. Это не обязательно человек с заболеванием, с инвалидностью. Это абсолютно нужна всем помощь. Я думаю, вот эти знания ребятам очень пригодятся. За время проведения интенсива волонтеры узнали, как правильно оказать помощь маломобильным избирателям и каких ошибок стоит избегать. В ближайшее время волонтеры других областных центров тоже будут проходить обучение. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.